Семинарский колокол То уже со всего города спешили толпами школьники и бурзаки Грамматики, ритеры, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в глаз Рынок в это время обыкновенно только начинал шевелиться И торговки с бубликами, булками, арбузными семечками И маковниками дергали за полы проходящих мимо семинаристов и бусаков Но философов и богословов они боялись задевать Потому что философы и богословы всегда любили брать на пробу И при том целой горстью По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классу И класс наполнялся вдруг разноголосыми жужжами А в углу басом гудел ритер И только слышно было издали Самое торжественное для семинарии событие было вакансии Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей Вся ватага эта тянулась вместе целым табором Варила себе кашу и ночевала в поле Чем далее, однако, шли они, тем более уменьшалась толпа их Все почти разбродились по домам И оставались те, которые имели родительские гнезда, далее других Один раз, во время подобного странствования Три бурсака своротили с большой дороги в сторону С тем, чтобы в первом попавшемся куторе запастись с провиантом Это были богослов Халява, философ Хама Брут и ритер Тиберий Горобец А как станет нечистый тебе досаждать Стань в угол освященный Очерти около себя круг и читай молитвы Тю на тебя, Горобец И папа знает, что с нечистой силой только исправишься с молитвой, да, осиной Как забил в сердце кол, так и молись во избавление от нечисти Скажи, Халява, нам профессор сам сказывал, как его дичко приволок на гульки к домовым Так только круг этот его и спас И его не увидели, хоть и чуяли, что он в ходе Да хватит вам спориться А то еще накличите нечистых на ночь глядя Вот и черт, ну совершенно же сдавалось, что вот сейчас хутор будет Ну да Что теперь делать? Заночевать в поле Нет, 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 халявы не можно Ну что же нам растянуться тут и лечь как собаки Попробуем еще Может быть набредем на какое-нибудь жилье и хоть удастся чарку горелки На ночь выпить Оно, конечно, в поле оставаться нечего Ах, идем Что? Кажись, нам туда А что там, братцы? Бог его знает Хутор Хутор Ей-богу, хутор Да А ну, кто быстрее? Ну давай Эй-богу, хутор Эй, бродворяйте Люди добрые, пустите Живым живым! Живым живым! Пустите Что тут за народ такой вот? Богослов Халява Философ Брут И Ритор Горобец Пусти бабуся переночевать Сбились дороги Не можно Народу полон двор У меня все углы в хате Заняты Немае вам места Пошли, пошли отсюда, пошли Умилосердись бабуся Разве ж так можно Чтоб христианские души Ни за что, ни про что пропали Ты уж где хочешь Помести нас А хорошо Хорошо Только положу у всех По разных местах А? 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Возьму, наверное, псалтырь Книга мала, а ума бредала Есть псалтырь и заработок будет Хм, а я помню, как халява эту плошку стянул в шинке на подоле Стянул он, а стусаниву мне досталось Может, 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 BP, да гола з'ядущую ютубу, да галовушек наварить Продолжение следует... В пост горелку чарка пить, грешну душеньку сгубить. Ой, гореть мне в аду. Записка, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Ммм, сейчас бы вина досала, а это бомбушка с чесноком. Мел. Сточите и отверзлится вам. Ммм... Ммм... Тот, кто так говорил, никогда не стучался полночи в корчму старого пузыря. Ах... Под осень приеду, пусть не беспокоит, пусть не беспокоит. Говорю-то, подъеду, подъеду обязательно. Да что вы говорите? Ай-яй-яй, ну, царство ей небесное, да-да. Будьте покойны, все сделаем в лучшем виде. Я в лучших благословляю вас. Езжайте с Богом, езжайте. Послушай, Дамины Хама. Дочь одного из богатейших сотников неподалеку от Киева лежит при смерти. Перед смертью она изъявила желание, чтобы отходную по ней читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Слышал про такого? Скажу сразу. Тебя никакой черт и не спрашивает, хочешь ли ты ехать или не хочешь. За тобой уже приехали посыльные, пана Сотника. И не вздумай показывать свою рысь. Не то прикажу тебя по спине и по прочему, как отсягать молодым березняком, что и в баню ходить не нужно будет. Понял? То-то же. Видишь, дельноногий вьюн. Дело-то как повернул. Здравствуйте, братья, товарищи. Так, вот это мне с вам ехать придется. Знатная брика. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно было бы. Да, соразмерный экипаж. Да. Любопытно бы знать. Вот если, примером, нагрузить эту брику каким-нибудь товаром, положим солью или железными клинами, много бы тогда коней потребовалось бы. Да, большое бы число потребовалось коней. Слышь, Степан, ты старая разиня. Как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, не забудь остановиться и разбудить меня. И других молодцов, если кому случится засмой. Ну? Славное сегодня, братья-казаки, выпала нам ночь для дороги. Скажу больше, Куме, дорога мне сегодня показалась значительно короче. Какой черт короче, когда ты от самого Киева такие? Бесни носом пел. Что, гости, господи? А я вам скажу от сердца, наибольше люблю именно это Шинку. Еще бы! Тебе в прошлый раз Шинкарь лиску сдачи дал, так тебе и понравилось. Да вот и так его, Верка. При здравом рассуждении выходит, что это лучший Шинок на нашей дороге. И горелка ж тут всегда знатная. Так давай же скорее ее отведаем. О, Шинкарь гад его морде уже видно запомнил, чем Казакову думать. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Давай сюда. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас я налью. Так. Тетелька в тетельку. Кушайте на здоровье. Приятного аппетита. Тримай. Ну что? Ну что? Господи, помоги. Чтобы у наших вороги перья в вороге на кольце пошла. Может, вы меня отпустите? Слухай меня, пан Пелосов. Вы мне что-то скажете? Да, стартовый пиво. Пуш я подъем. Эй, мулы, я пойду больше. И мужич, святовщик, мы собакой даром. Так, выпьем. Убегу. 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 Может, что еще у пьяного дорожа в карманах припрятано? Убегу. Убегу. Мне халява на прошлой ярмарке стянул новенькую. Убегу. А что шинкарю люди говорят про пана сотника? Убегу. 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 Вот ведь тарелка, смотрел бы и смотрел, Кабы на столе стояла, да головками полна была. Добрый хлеб пекут у пана сотника, без половы. Бурсак поесть не дурак. Самое, что ни на есть, обычное ведро. Утвори, что на гэтменской кухне. Хотя, ежели поразмыслить? Кухня ведь и так человека небедного. Хорошая сита. Вот только мне оно ни к чему. Разве что отдать кому. Кто ты и откуда? Какого звания добрый человек? Из Бурсаков, философ, хама, брут. Кто был твой отец? Не знаю, вельможный пан. А мать твоя? И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она, откуда и когда жила, Ей-богу, добродию, не знаю. Как же ты познакомился с моей дочкой? Не знакомился я с ней. Вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Да никакого я дела с паночками не имел, Сколько живу на свете. Цурым, чтобы не сказать, непристойно. Отчего же она никому другому, А именно тебе, назначила читать? Бог его знает, как это растолковать. Если бы только минуточкой доля ты прожила, То, верно, я бы все узнал. Никому не давай читать по мне. Но пошли Тату сей же час в киевскую семинарию. И привези Бурсака, хаму, брута. Пусть три ночи молятся по грешной душе моей. Он знает. А что такое знает, я уже не услышал. Она только и смогла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно известен своей святой жизнью И богоугодными делами. И она, наверное, наслышалась о тебе. Кто я? Святой жизнью? Да что вы, пан, что вы такое говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, Ходил в булочнице против страстного четверга. Верно, не даром так назначено. Сего же дня Ты должен начать свое дело. Я бы на это сказал, ваше милости. Да только сюда приличнее было бы диакона. Или, по крайней мере, дичка. Они-то народ образованный. Уж знают все, как это. А я... Да у меня и голос не такой. Ну, ты как хочешь. Только я все, что завещала мне моя голубка, Исполню, ничего не пожалея. И когда сего же дня ты три ночи Совершишь над ней, как следует молитвы, Я награжу тебя. И самому черту не советую рассердить меня. Подойди. Я не о том жалею, моя наимилейшая дочь, Что ты во свете лет своих, Не дожив положенного века, На печали горесть Оставила мне землю. Я о том жалею, моя голубонькая, Что не знаю того, Кто был мой лютый враг, Причиной твоей смерти. Горе мне. Моя ясочка, Моя перепилечка, Что я остальной век свой проживу, Без потехи утирая подою, Дробные слезы, Текущие из старых очей моих. Тогда, Когда лютый враг мой Будет смеяться И втайне Подтяжаться над хилым старцем. Текущие из старых очей моих На шумне, если по совести говоря, Зья миска, О собаке радости, Предмет обихода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Говорили же старшие, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я попал Ну ладно, до вечера далеко Прогуляюсь я наперед Осмотрюсь, хоть краем глаза Гляну на то, как богатей-то живут Гуляй, философ А вдруг по селу пойдешь? Так у нас есть одна молодица Она тебе про ведьму Такого рассказать может Что из страху ты бежа бацит седаст Ну, спросишь на дворе Дорогу укажут Благодарствую Субтитры сделал DimaTorzok